Мэм, мы из полиции, вы не пострадали? Подонок! Грязный подонок! Что произошло? Я собралась выходить, и вдруг услышала щелчок. У меня был фотоаппарат. Это извращение сфотографировало мою... Что под... Куда он делся? Вон он! Он там! Он еще кого-то сфоткал. Ха-ха-ха! Больной ублюдок! Ха-ха-ха! А че? Ха-ха-ха! Иди сюда! Ну и ты че погонишь от нас? Ой, очень зря. Еще машину себя испортишь и все. Нам-то... Государство выплатит. А тебе кто выплатит? Давай, Фаус, двигайся за ним! Я-то двигаюсь, мне не сложно. Глядь, на стречку! Ребята, давайте уходим! Ой, лишние, лишние детали тут понаставили, понастроили самостройки. Я тут хожу, значит, сбиваю ублюдки. Давай, Аколу вряжь ему, да? Без проблем. Сейчас сам в кого-нибудь врежется, наверное. Отлично. Резвая у нас машина, да? Порезвее. Блядь, то, что было, ну вот... Аааа, зачем? Зачем? Скажи, зачем? Надо было вот тебе выехать в этот момент. Ой, не за тем парнем я еду. Желтое такси, кстати. Давай, давай, лево, лево. Боже мой, ааа, ну зачем? Вот этим раз ты туда свернешь и все. И... А это, по-моему, не он был только что перед нами. На... 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 Я знаю, на этот раз я у него пущу. Смотрите, ребят, как это делается. Надо, на самом деле, было тебе спокойнее чуть-чуть было. Я на таком кураже поехал. А сейчас мы спокойно. Не спеша. Раз. Стукнули его. Аккуратно. Сбавили ходу немного. Машина уже пострадала. Наверное, он уже немного задумался. Над своим поведением. Хоть чуть-чуть. Так. Опять же, несанкционированно построенный только что мы видели с вами светофор. Фелпс опять очень... Очень... Вовремя его убрал. Могло случиться очень много светофор. Я столкнись с дороги. Да, без проблем. Раз уж ты говоришь, мы столкнем тогда его. Ну, давай. Далеко собрался, парень. Приветик. Ой-ой-ой, как резко. Какие резкие повороты. Опа. Неплохой поворот. Тихо-тихо-тихо. Сейчас еще разочек ударю. Врежем. Ты мне не помогаешь с вами. Врежем, догони его. Ты только мешаешь. Ага. Так я и думал. Ну, давай. Меня ждать, когда ты ошибешься. Или ты начнешь сбавлять, я в тебя врежусь. Тусть, а мы прям неплохо так водят, да? Подольше, чем всякие... Все те, кого мы как-то ухо отрывается. Понятно. Доездился парень. Нормально? Я не знаю. Дороги, прости. Ах, я должен перед ним встать так бафосно. Я хочу видеть твои руки! Твои грязные руки. Вы арестованы за непристойное поведение. Ну, господи. А еще у тебя машины не осталось. А еще ты навредил городу. Представляешь, сколько всего? Еще ты за мой светофор, который я сбил, нужно будет перестроить. Ты тоже за него, естественно, заплатишь. Ну, не мне же платить, правильно. И это при всем при том, что ты все равно сядешь. Я просто уверен, что тебе не хватит денег, чтобы откупиться. Ну что? Уличная ареступление раскрыта. Какие только преступления не бывает, оказывается. Один балл интуиции. Сможем применить. Мне бы дали вот немножечко баллов вождения, потому что у меня совсем беда иногда с этим. Иногда у меня что-то прям не идет. С вождением-то. Не вхожу иногда в повороты. Случается такое. Так, поворотик. Отлично. Невероятно. Как же я это делаю? А делаю я это очень просто. Приехали. Желтое такси, кстати, то самое. Букмекерская контора 547, кстати. Такси здесь. Значит, ты женщина здесь. Все сходится. Вот наша такси впереди. Но и от машины. Не подъезжай слишком близко. Вероятность, вероятно, она внутри. А вот она. А вот ты она. Трогай, колл за ней. Не отставай такси. Следите за подозреваемым, находясь опять на расстоянии. Так она же знала тогда, что я за ней хвост. Или она чувствует это? Я не слишком далеко, я надеюсь, да. Интересно, во сколько мест она заедет? Сколько баблища она отмоет. Ну не отмоет, конечно. Это я уж так. Тихо. Он здесь постоит. Ух, тоже напротив. Так, едем. Едем, едем, едем. Ух ты, как ускорилось. Ошибка. Сейчас не время звать про водительские навыки. Согласен. Что это было? Чуть поближе нужно подъехать. Я считаю. Наверное, не нужно стукаться. Ну, то есть, типа, это привлекает внимание, все дела. Если я буду врезаться в кого-нибудь, наверное, это заметно будет. Господи, вот сейчас он мне подрезает. А-а-а, уйди. Сейчас совсем не до тебя. Оп. Притормозит. Что-то как-то медленно едет. Сранно. Очень подозрительно. Вот, ребята, едут себя. Не забавляют. А эта дамочка очень странно себя ведет. Ну, водитель. Оп. Шальной поворот. Чуть-чуть дистанцию, дистанцию. Этот товарь вернет все, что мне должна. Больше меня ничего не волнует. А вот меня волнует. Какого черта у вас подстава? Фелпса вот очень сильно трогает. Так, двигаемся, двигаемся, двигаемся. Близко что-то очень. Вот здесь постоим, пожалуй. Отлично. Вот теперь надо трогать. Ну, как красиво. Флапс, у тебя какое-то странное представление о том, что значит делать незаметно. Ты что, тебе не нравятся мои развороты? Пришла. Остановись. Отправляется внутрь. Я там такие полицейские развороты делаю, красивые. А ему не нравится. Он говорит, незаметно. Слишком незаметно. Кажется, она только что видела Хэммонда, и я за ним, а ты иди за Кенди. Главное, чтобы она тебя не заметила. Ой, 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 ой. Ты козел, ты знаешь об этом? Вроде это так переводится. Оп. Я ничего сам не вижу. А вот она. Давай ты не будешь болтать со мной. Просто тут все так неудобно. Она ушла, зашла. Куда? Какая из этих? Там две желтые были. Господи, что за вид сверху? Что? О-о-о-о. Кровища. А преступник тут же? Все, нету преступника. Рой! Кто это был? Говори быстрее. Вызывай скорую. Хэммотт скрылся. Кенди, не двигайся. Кто в тебя стрелял? Альберт? Они уже в пути. Да, бесполезно. Патруль набаскал станцию. А шеф собирается на рот для облавы на Хэммонга. Деньги у него, да? Похоже на то. Наш друг англичанин непрост. Подружку использовал для доставки денег, а делиться не захотел. Он не выберется из города. То есть ты так считаешь? Я говорил тебе, что он хитрый гад. Блядь, девушка умерла. То еще сукой была, но не убивать же человека. Дай посмотрим, что есть. Пистолет. Это ее или из того, что выстрелили? Наверное, все-таки ее. Что-то есть на этом пистолете. Во-во-во. Ну? Ну? Отлично. Калибр 32. Один выстрел произведен. Значит, из этого устреляли. Что в сумочке? А, обрывок второй. Египетский театр, бульвар 6. Бла-бла-бла. Время и так далее. Египетский театр. Другой кусок был у него дома. Замечу. Так, ну давай я с тобой разберусь. Что теперь? А ее нельзя посмотреть. Едем в театр, а другие зацепок у нас нет. В окно можно выйти? А тут что-то было. Подожди. Что тут было? Ну, разбито окно. Отсюда он вылез. Давай тоже выйдем отсюда. Ну, пошли. Театр-тактеатр. Действительно, зацепок нет, куда деваться. Не пойдет же он в кино. Или пойдет. Египетский театр. Знаменитый кинотеатр. В нем часто бывал Альберт Хэммонд. Может, нам что-нибудь про него расскажут, раз он там завсегдатый парень. Бедняжка. Она не заслужила подобной участию. Бедняжка. До половины отделения остается без отпуска из-за нее. И все из-за нее. Если хочешь надуть в миг, Кэйн, надо валить из города. Мы уже на месте. Египетский театр, 905. Че с машиной? Че за машина? Что-то кажется, у них зацепка. Придем. Одинский прием. Мы на связи. Сообщаем от Корнера. Причина смерти – ножевое ранение. Чего? Повторяю ножевое. Револьвер, похоже, принадлежал жертве. Диспетчерская. Отбой. Сукин сын. Порнул ее ножом. А ты говорил, настоящий мужчина работает кулаками, а не пушками. Долбанный макаронник. Думаешь, он тоже в долю? Ну что, Рой. Давай уже положим конец из всей этой трагедии. Куда идти-то? Ну, театр я вижу, что вон там. Тут так много мест. Хочется везде зайти. Почему ты убил ее, Карло? У тебя были счеты со мной, а не с ней. Она собрала деньги для тебя, Микки. Ясно сказал. Либо ты, либо я. Но они отсюда слышны. Ну давай. Опа. Замолчали. А шо вы замолчали? Это квитки она украла. Она пыталась меня облапошить. Ты бы ей это позволил? Нет, я пытался ей собрать деньги. Я ее подставил, а она бы подставила меня. Как меня подставил менеджер? Вы все хотели, чтобы я лег. Все хотели, чтобы я довольствовался грошами. Так будет лучше, малыш. Тебе ничего не светило. Взлететь ты не мог, а идти ко дну... Возможно. Но я был храбрым бойцом. Я служил морской пехоте. И даже если бы проиграл бой, то не потому, что Стас состарился. И не потому, что трусил. Может, я и не талантлив. Но дух у меня есть. Я столько сделал для тебя. И это твоя благодарность. Ты все это сделал для себя, как и малыш. Ты хотела быстро заработать. Кенди хотела быстро сбить свои мечты. Бла-бла-бла. Деньги у меня уже только... Только тебя осталось убить. Жаль, что ты... Но что поделаешь, да. Действительно. Ну, убьешь... Умрешь сегодня ты, к сожалению. Сейчас стрелять на счет панам, да? Фонарики бы вы свои затушили. Довольно аркео. Бросай оружие. Ну. Не делай глупости. Очень зря. Очень зря. Я бы на... А, зассал сразу. Тут еще двое, кстати. Один сбежал. Один где-то здесь. Блёд, стой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прямо спи не стреляют. Что, блядь, эспертный? Кто там с Томпсоном? Ой, это ты. Чуть в тебя не попал. Тебе повезло только что. Где ты, чертов англичанешка? Как сакер. Совсем не так это переводится. Дедуля, блядь. Я бы на твоем месте пошел домой и в карты там играл. И чем дедуля занимается? А ты что-то, блядь, за ствол берешься. Очень зря, очень зря. Пистолет бы взять лучше. Друбовик это как-то более ближний бой. Как сакер. Можно поменять оружие? Нельзя. Я кого-то слышал. А, вижу. Боже, как я его заметил. Минус есть. Я все жду, когда ты мне придашь. Я тебе не верю, если честно. Хэммонд, походи! О, а вот и он. Убери пушку, Рой. Этот сукицин должен мне кучу денег. Лови. Хэммонд, Асканья отправляется из Нью-Йорка. Уезжай первым же поездом и никогда не возвращайся. Почему? Потому что, когда я служил в морской пехоте, однажды мне не... У каждого должен быть шанс начать все сначала. Проваливай. Хе-хе-хе. Да пошел ты. Этот англичаниншка спаливает с моими деньгами. По слухам, исход поединка был предрешен. Говорят, что гангстеры хотели свести счеты с боксером. И в деле замечена полиция Лос-Анджелеса. Вам что-нибудь об этом известно, сучьи выродки? Нет, сэр. Значит, мертвый макароник в кинотеатре, менеджер нескольких боксеров. Убийца Энд Кэнди Эдвардс не имеет в этой сфере никакого отношения. Абсолютно нет. Эрл, ты будешь допрошен трепертых проституток, до сих пор обманывать меня нельзя. Фелпс? Может, еще что-нибудь добавишь? Нет, сэр. Нет, сэр. Тогда, доставая из скайпчика форму, займешься патрулированием улиц. Мне что, понизили только что? Или у дома просто так огорчился и с горяча сказал? Черт его знает. Все улики нашел, зато правильных вопросов вообще ни одного. Дело халатное. Более чем неплохо, я скажу. Ну, дорогие подписчики, зрительный канал, я думаю, на этом хватит. Я продолжу с вами следующей серии. С вами был Кромов, всем спасибо за меня. С удовольствием, всем удачи и всем пока. Обнаженный город. Убийство по адресу Мирада Авио 5-8. Убойный отдел. Спросит у вас подъехать. Корнер считает, что девизы прикончили армейским морфином. Ничего не говори, Рой, просто поезжай туда. Поезжайте туда. Здравствуйте, дорогие подписчики, зрительный канал. С вами снова Кромов. Сегодня мы продолжаем играть с вами в Лейнуар. Ну, вроде как нас не понизили. Это, видимо, как наказание было. Нас хотели отправить там патрулировать с палочками. Что за прикид у тебя вообще? Мне пора начинать представлять детектив Эрл. Ты... Твой интерес к нему внешнему виду начинает меня тревожить. Нравится тебе или нет, то мы с тобой теперь как неподходящие друг другу пара. В компании с тобой я смотрюсь не лучше, чем толстая баба щетиной. Я очень надеюсь, что ты шутишь, Рой. Ну, что ж. Очередное дело. Очередной раз мы выходим на улицу Голливуда и... На улице Голливуда и идем расследовать. Так, где наша машина? Она опять стоит здесь. Что-то странное происходит с игрой. Ну-ка я на всякий случай перезапущу. Как-то рывками все только что шло. Надеюсь, такое больше не будет. Давай я подъеду. Оп! Зачем ты бежал? Я бы мог подъехать. Я-то спортивненький парень. У тебя рассеянный вид. Мы вернули варфин. Может и не весь, конечно. Ну так что? Такова жизнь. Мы сделали свою работу. Закрывая одно дело, открываем другое. Ты хоть представляешь, что вокруг творится, пока мы всякой ерундой занимаемся? Ты мне расскажешь? Сейчас заключаются сделки, которые изменят Лос-Анджелес навсегда. А мы тратим время на какую-то девку. Она чья-то дочь? Сходи в мор в конце месяца, когда там хримируют неопознанных жмуриков. Это просто статистика ударит в тебя молнией или нет? Все подогреваем ограбление. Давайте! Бывает весело найти в ограблениях. Можно попробовать ответить. Вроде как чуть-чуть нам по пути даже. Оп. Здесь повернем, пожалуй. Надеюсь, что там случилось. Надеюсь, это не очень далеко. Так, я проскочу? Я проскочу. Всегда проскакиваю. Поворот. Ну, вроде как, мы уже недалеко. Людям не всегда нравится, конечно, что происходит. На улице. Кто-то недоволен. В моем вождении. Аккуратненько. Эта машина, на самом деле, кажется, чуть более неповоротливой, наверное. Из-за того, что она более быстрая. Может, мне кажется, кажется. В моем старом машине была гораздо поворотливее. Но, наверное, это из-за того, что она... Да, еще раз. Потому что она ехала не так быстро. Очень далеко ограбление, кстати. Что-то мы прям... Мы же даже проехали. Ни хрена, нам оказывается не по пути. Очень далеко. Может, не ограбление, а какое-то преступление другое. Ну, еще было бы неплохо, если бы это перевели. Я бы понял, что ты сказал мне. Аккуратно. Вот под колеса. Вели быте его, ребятки, все прыгать. А потом Фелпс виноват и остается. Кстати, в игре невозможно похоже задавить человека. Потому что я вот... Сколько раз наезжал на человека. И как-то получалось так, что он не давится. Представляете, если бы я еще людей по пуху убивал. Ты разобьешь мою машину, Фелпс. Наверное, что-то примерно такое он сейчас сказал. А почему это так далеко? Можно мне карту? Вот мы. И вот преступление. Ёб твою мать! Как это... Нет. Знаете что? Я не больной человек. Не настолько больной, чтобы ехать в другой конец карты, выполнять это задание. Спасибо, конечно. Очень приятно за приглашение. Но нам ближе будет до своего задания доехаться. В следующий раз. В следующий раз. Вот этот поворот, по-моему, был неплохой, да? Как я зашел в занос красивым. Так, типа. Поворот. Отлично. Да, успокойся. Все в порядке. Потрезает, потрезает, ублюдки. Видно, как презирают меня. Город прогнивший. Им удобнее вести себя плохо. А я тут такой один плохой и... Ой, хороший, наоборот. Поэтому они так, типа. Пытаются меня по-всякому. То подрежут, то еще что-то. Не успокоиться никак. Так, здесь повернем, пожалуй. Полиция. Здрасте, поздоровались только что. Это царапины такие? У нас что, машина деревянная? Странная царапина. Как-то дерево под краской. Видите? Какие-то не металлические какие-то отметили. Так, мы уже, кстати, почти приехали. Поворот. Там на человека что-то свалилось. Да, все в порядке. Все в порядке. Место убийства 2, 26. Здравствуйте. Тут пришли дело расследовать. Второй этаж. Квартира 6. В конце коридора. Понялся. Второй этаж. В конце. Шестая. Она уже открыта. Оу. Бековский, дослужился. Ага, рад тебя видеть, Фелбс. Вы будете обжиматься или дело займете? Ой, толстячок! Расслабься, Расти. Как дела? 26 лет. Магин-банекенщица. Мисс Рэнсон, домработница, нашла ее в ванне. Она и сообщила в полицию. Мы слышали. Карзер, с хлебом не корми, дай людей загрузить, работай. Переработала снотворного, заснула в ванне. Покойся с миром, дело закрыто. Ну, так как обычно. Золотые слова. Мел на 100% уверен, что это убийство. Вы разрешаете, если я смотрю? Конечно. Давай. Звезда пришла. Видите, меня же все приглашают. Так. Ого-го-го. Ну, ладно, хоть на этот раз. Мел, мы тут все посмотрели. Разве ты считаешь, что это пустая трата времени? А ты что скажешь? Давай, Мел, расскажи, чем ты нас... Нас сюда приточил. Если бы жертва была жива, когда оказалась в ванне, у нее была бы... Резко поступает дыхательный путь, и в результате много пены. Такая пена почти всегда обнаруживается во рту и в носу у утопленников. У нашей жертвы такого не заметили. Можно я взгляну? Да, ради бога. Я хотел взглянуть и решил переступить. Внимательно смотрите шею. Да. Ее душили? У нее заметные синяки на шее. Руки тоже синяки. Или это... Что это такое? О, колечко, колечко. Очень необычное кольцо. Могу ошибаться, похоже на черный сапфир. А руки тебя типа не... Ну ладно. А что у нее за укусы как будто? Здесь ничего нет. Ну сами руки-то посмотри. Ты не туда смотришь. Элпс. Ну раздевать же мы ее не будем, верно? Я просто пытаюсь. Ладно. Все тогда. Получается все. А это на фотографиях... Это она на фотографиях? Какая красотка. Это зеркало. Не, а это щетка. Понял. Подожди, тут есть же еще что-то. Да почему ты за щетку-то берешься? Понял, нет ничего. Тогда ладно. Тогда я пойду. Просто... Ты же не вернешься, если я еще осмотрюсь. Где тут фотография? Не знаю, Джулия, она была такая яркая, такая живая. Это лучше, что можно купить в городе. По крайней мере, ясно с чего начать. Платье типа внимательно изучить. Ничего? Нет, все в порядке. Типа, что в этих фотографиях что-то может быть? Тут пусто. Так, хорошо, я понял намек. Так, я решил одну пропустить. Настоящая красавица, а одежда точно не из дешевого каталога. Внимателем можно? Не можно. Что-нибудь сейчас мы обнаружим, я уверен. Ничего, ничего. Ладно. Значит, посередине что-то есть. Так. Может, это как-то связано с модельными? С моделями? Опа! Денсит Бульбар Голливуд 6582. Я работаю во вторник с 11 до 4. Создавшими компаниями с Рэндалл Джулия. Квартира Джулия Рэндалл. Посетить, да. Это то, с чего можно начать. Но это при том, что мы еще с ней не болтали. Ну и все. С фотографиями разобрались. Музычку? Нет, не поставим. Она у меня, кстати, не работает. То есть, возможно, сейчас играет музыка, но мы ее в любом случае не услышим, потому что я отключил звуки. Потому что мне могут за это на Ютубе... Ну, на Ютубе меня спасибо за это не скажут. Мне придется опять звук выключать. Мммм. Поварешка. Джанк. Чего? Это же тоже мне никак не пригодится. Естественно. Что это за мука на ней? Да. Полностью согласен. Что это за старый утюг? Или совпадение? Понял? Для того времени нормально, наверное, это было. Ну что, поболтаем? Я вроде не вижу больше никаких мест, где могло бы что-то быть. Хотя сейчас, подожди, вот здесь вот пройдусь. Какая большая фотография. Она реально была красивая, ничего не скажешь. Ну что, давай, поболтаем. Она была такая красавица, юной. Понял. Спасибо за сотрудничество. Я с тебя... А с тобой можно поболтать? Нет, я вот хочу посмотреть, что рядом лежит, и еще с тобой поболтать. Понял. Ни того, ни другого мнения не перепадет. Что здесь? Ничего. Это ее комната. Одежда. Добротный английский пиджак. Не знаю, никого, малой 45, кто бы носил такое. Ну, ей-то не было 45. Явно. Ей 20, наверное, с трудом. Вот что это лежит? Капсулы какие-то. Похоже на снотворное. Они много? Капсулы, friendship. Добрного. along.